Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Сегодня у нас очередной выпуск в рубрике Skills on Tools. Погода радует, и я решил его провести на улице. Правда, пришлось утеплиться. Меня регулярно просят рассказать о кухонном оборудовании, которое я использую. Настало время. Сегодня речь пойдет вот об этом устройстве. Это колбасный шприц неизвестного производителя. Скорее всего, китайского. Постоянные зрители канала наверняка видели мои ролики про сосиски, сардельки, колбасу. Я их объединил в плейлист для вашего удобства. Поэтому заглядывайте в описании видео и смотрите. Ну или я чуть дальше повешу ссылочки вот здесь. Сначала вступление. У меня большая семья, я об этом говорил не раз. И времени на готовку очень мало. Поэтому я предпочитаю рецепты с очень небольшими трудозатратами. Однако, все мы любим питаться разнообразно. Ну и вкусно, конечно. Поэтому в моем кулинарном арсенале есть большое количество блюд, в которых можно что-то приготовить заранее и забросить в морозильник. А в час их достать и за очень короткое время приготовить что-то вкусное. К примеру, если я варю мясо рыбу птицу, то часть бульона обязательно замораживаю. Если я готовлю какой-нибудь овощной соус, то тоже часть его замораживаю впрок. Вот в этом ролике, если вы еще не видели, то щелкайте и обязательно посмотрите. Я показывал рецепт самой любимой в нашей семье домашней колбасы. Это очень простой рецепт. Колбаса по нему запекается в духовке и получается обалденно вкусно. И что особенно хорошо, это прекраснейшая приспособленность рецепта к названной мной схеме. Смотрите сами. Вечером я быстро, буквально за полчаса, нарезаю 5-6 килограммов мяса. Ну, фаршем это не назовешь, потому что нарезка достаточно крупная. И убираю все, просаливаться, пропитываться ароматами в холодильник. А утром быстро набиваю колбасой и примерно 1 килограмм отправляю в духовку. Но поесть прямо сейчас. А все остальное раскладываю по пакетам и замораживаю. Такая заготовка отлично хранится. А когда есть нужда в горячем блюде, я прямо из морозилки, без всякой разморозки, забрасываю колбасу в духовку. И через 50 минут горячее блюдо готово. Колбаса получается даже после морозилки потрясающе сочной. А времени от меня на готовку требуется от силы 3 минуты. Ну, вытащить ее из морозилки, забросить в печь. Вот и считайте сами. Полчаса на нарезку мяса. Сколько-то времени на набивку. И 5-6 потенциальных горячих обедов в будущем готовы. Почему я решил купить вот такой агрегат? Раньше набивку колбасы я производил, используя соответствующую насадку на мясорубку. Колбаса, по рецепту на которую я только что сослался, получается тем сочнее, чем крупнее нарезанное мясо. Идеальный размер это с фалангу большого пальца. А в этой насадке стопорное кольцо для шнега мясорубки имеет слишком небольшие отверстия. В результате мясо довольно сильно давится, теряет сок. Да и зачастую приходится раза 2-3 разбирать вот этот узел, чтобы убрать отсюда застрявшие кусочки. Таким образом, если я набиваю колбасу в одиночку, то на то, чтобы набить 6 килограммов фарша, у меня уходит примерно 45-50 минут. А вот при помощи этого агрегата набивка тех же самых 6 килограммов занимает 10 от силы 15 минут. Некоторое время назад я начал готовить сардельки. Если кто-то пропустил, щелкайте вот сюда и сюда. Очень интересный ролик, я думаю. Посмотрите обязательно. Или заглядывайте в описании видео. Там ссылки тоже будут. Так вот, фарш для сарделек превращается в эмульсию. И моя мясорубка оказалась абсолютно не приспособлена для набивки колбас вот этой самой сарделичной эмульсией. Если 1-2 килограмма я еще могу набить без проклятий, то вот 6 килограммов и больше, напоминаю про большую семью, это смертоубийство. В результате я нашел набивки продавца и потратил 99 евро на сам агрегат и сколько-то на пересылку. Это было очень длинное вступление. А теперь, когда все случайные посетители канала нас покинули и остались только действительно заинтересованные люди, я расскажу о плюсах и минусах этого приобретения. Изготовлен из нержавеющей стали. Легко моется. Колба на 3 литра. В комплекте идет 4 цевки разных диаметров. Привит имеет две шестерни, обеспечивающие разную скорость подачи. Это большая скорость подачи, но и большое усилие приходится прикладывать на ручку. Здесь скорость подачи маленькая, но зато и усилие приходится прикладывать совершенно незначительное. Колба легкосъемная. Легко мыть в посудомоечной машине. Основание колбы имеет закругление, которое повторяет форму поршня. В результате из колбы выдавливается практически весь фарш, без остатка. Поршень легкосъемный. Вот этой резьбовой шпилькой он прикручивается к штоку. Имеет силиконовое уплотнительное кольцо по контуру, которое легко снимается. Еще одна важная деталь. На поршне есть клапан. Он подпружинен. И когда есть нужда вытащить поршень из колбы, клапан приоткрывается, туда засасывается воздух. И в результате поршень не вытягивает фарш обратно из колбасы в колбу. Это были плюсы. Теперь о минусах. Минус первый. Габариты. Конструкция удобная, но занимает чертовски много места. Минус второй. Сварен он, на мой перфекционистский взгляд. Очень неаккуратно. Смотрите сами. Вместо стыка цевки с конусом проварено крайне неаккуратно. Изнутри такая же беда. Вместо стыка дна колбы с боковыми стенками внутри проварено неаккуратно. Патрубок внутри не отшлифован. Зеркало поршня шлифовали, но сама поверхность неровная и имеет четко видимые огрехи. Смотрите сами. Для пищевой техники я считаю это безобразие. Все эти неровности и шероховатости это места, из которых возможно будет плохо вымываться остатки фарша. То есть потенциальное место рассадника бактерий. Поэтому после вытаскивания всех этих деталей из посудомоечной машины я вынужден контролировать качество мытья. Подводя итог, я готовлю колбасы, сардельки, сосиски часто. Очень часто. И вот этот агрегат очень экономит мое время. Я им доволен. Благодаря этому агрегату на приготовление 6 килограммов колбас у меня уходит всего 45 минут. 6 килограммов колбас для нашей семьи это по сути 6 полноценных обедов. То есть моих временных затрат на приготовление одного полноценного обеда получается 6-7 минут. Это вдвое меньше, чем при использовании для той же самой набивки мясорубки. Если вы готовите колбасу раз в 2-3 месяца или чаще, но у вас много времени, то я не думаю, что для вас покупка такого агрегата будет оправдана. Тем более, что из-за падения курса рубля цена на агрегаты подобного типа в российских магазинах перевалила за 10 тысяч рублей. Впрочем, решение принимайте сами. А я надеюсь, что сегодняшний ролик вам был и интересен, и полезен. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok